Его называют одними из самых дорогих актеров в России. В Киеве с гастролями Олег Меньшиков. В столицу он приехал сразу в двух амплуа, как актер и как режиссер. На сцене столичного оперного театра Меньшиков играет пианиста в спектакле 1900-й, который он сам поставил. Два часа один на один с публикой. Рассказывает Оксана Кодунова. Именно этот спектакль Олег Меньшиков называет своеобразным отчетом к 50-летнему юбилею. Хотя постановке уже два года, только сейчас, по признанию артиста, он по-настоящему выигрался в роль. Ведь моноспектакль – это один из самых честных и самых трудных театральных жанров. Здесь не на кого опереться и не на кого свалить вину в случае неудачи. Меньшиков появляется в зале неожиданно. Думали из-за пробок актер опоздает, но он оставил в тянучке вип-авто и пошел пешком, чтобы появиться на репетиции минута в минуту и в необычном наряде. Специально. А не видно капюшончик. Капюшончик. Оказывается, куртка – недавнее приобретение Меньшикова, специально к приезду в Киев. Да вы знаете, я люблю красивые одежды. Мне национальные символики, знаете, как-то я аполитичный человек и космополит. Вот мне нравится, это я и ношу. Не нравилось бы, не носил. Этот моноспектакль – бесстрашный вызов самому себе. Целых сто минут глаза в глаза с огромным зрительным залом. На такой подвиг решаются единицы. А Меньшиков рискнул и выиграл. Подноски актер всегда проверяет лично. Особое требование к свету. Зрители не подозревают, что артист не видит их лица. Сам в полумраке Меньшиков просит буквально ослеплять его софитами. Только эта невидимая граница с залом помогает не сбиться во время монологов. А он играл, 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 не поднимая глаз. И тогда я понял, что вы делали. Что вы действительно делали. Мы танцевали с океаном. Название постановки 1900-й – не год, а имя главного героя. Это история о малютке под кедыши, найденном в 1900-м на верхнем палубе корабля и с годами выросшего внеземного пианиста. Неземного еще и потому, что герой так ни разу не сошел на берег. А дальше ничего не бойся. И заиграл! Его везде ждут аншлаги. Не столько пьесы, сколько имя. Олег Меньшиков собирает полные залы. Ведь это он стал народным артистом, минуя заслуженного. И это его называют одним из самых дорогих в финансовом смысле актеров. Его – Олега Меньшикова, для которого сыграть в одиночку перед тысячным залом – это подарок, юбилей. Оксана Кадунова, Владлен Ноль Подробностей, телеканал «Энтер».